9 Абсолютов Чистого Неба – крайне могущественная техника. Она секретно передаётся лишь самым сильным членам клана, в особенности будущим наследникам главы. Возможно, она даже сильнее, чем хаотичный покров ударов молота. Мола Чистого Неба – проклятие всех боевых духов атакующего типа. Каким бы могущественным ни был дух атакующего типа, разрушительная сила самого молота Небес нанесёт сильный ответный удар противнику. Вот почему, когда две противоположные атаки встретились, морской дракон получил даже больше ранений, чем танца. Но в итоге, с помощью умений молота, он победил морского дракона. Как мы говорили ранее, у босса Айси был тайный план убить Тан Сана в последнем сражении Пятого Испытания. В серии прямо об этом говорится. Морской дракон по её приказу должен был это сделать. Если бы Сан в этой битве проиграл, это означало бы верную смерть. Но почему босса Айси так поступила? Неужели она против того, чтобы у морского бога появился наследник? Совсем нет. Наоборот, это её первейший долг. Её обязанность, как жрец острова. Неважно, будет это Тан Сан или другой мастер, в конечном итоге она принесёт себя в жертву. На самом деле, босса Айси не боится смерти и готова пожертвовать собой ради избранника морского бога. Она лишь не хочет так быстро умирать, не дождавшись прибытия её любимого человека, Тан Ченя. Хотя прошло много лет, она чувствует, что он жив, поэтому готова любыми способами дождаться его. И даже готова ради этого убить потенциального наследника морского бога. Причина достаточно веская, но если подумать, Сан – это правнук Тан Ченя. Что он скажет, узнав, что босса Айси убила его потомка? Кажется, если босса Айси на самом деле любит Тан Ченя, она не будет вредить кому-то из его семьи. Так что это спорный вопрос. Напишите в комментариях, что вы думаете о замысле босса Айси. Как бы там ни было, Сан победил титулованного морского дракона и завершил пятое испытание. План босса Айси не удался. У неё остался последний шанс во время следующего, шестого испытания. В случае Сана его награды были утроены, то есть, в отличие от других, они не уменьшились. Поэтому в наказание за небольшую хитрость в испытаниях с титулованными, следующее будет заменено на более трудное. На первый взгляд оно кажется и вовсе непроходимым. Нужно выстоять против атак босса Айси за время горения благовонной палочки. Хотя она на пике 99 ранга, у неё будут некоторые ограничения, которые дают шанс на победу. Большим сюрпризом стало то, что Цянь Ринсюя прошла шестое испытание. Она на одно испытание впереди Сана. А ещё она уже титулованная. Ей только осталось получить девятое кольцо. Как видим, соперники Сана тоже становятся сильнее. В анонсе к следующей серии нам показали начало битвы с босса Айси. В оригинале шестое испытание является кульминационным моментом Острова Морского Бога, после которого сюжет будет двигаться очень стремительно. Тан Сан и все монстры Шрека совсем не соперники босса Айси. Тот, кто победил Тан Чен и Тян Да Алю, явно не будет лёгким противником. Её сила намного превышает общую силу всех семерых Стражей Острова. Из немногих кадров трейлера мы видим, насколько сложно придётся команде. Атаки босса Айси просто сметают всех на своём пути. Интересно, что во время одного из таких нападений Маханзюнь обвиняет её в использовании силы моря, хотя ей запрещено это делать. На самом деле, босса Айси не может нарушить правила. Вероятно, один из её первых шести навыков имеет похожее действие. Так что монстры Шрека подумали о силе моря. Силу босса Айси нельзя недооценивать, она в одном шаге от того, чтобы стать богом. С нынешними рангами монстров Шрека напрямую победить её просто невозможно. Поэтому Сан с командой придумали стратегию, как лучше всего действовать против босса Айси. Их цель отсрочить время и не давать возможность босса Айси атаковать, например, скрываясь от неё. Тан Сан будет использовать ментальную силу, которая у него того же уровня, что и у владычицы острова. По правилам, если хотя бы один из них выстоит до конца, испытание считается пройденным. Мне кажется, что упор сделают на Тан Сана, так как он является сильнейшим в команде. Согласно новелле, на передовой поставили Сана, а остальные монстры прятались. Получится даже так, что Сан атакует храм морского бога. Из-за его уловок им нужно будет бежать с острова морского бога. Какие же крутые события начинаются. Ждём в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, что придумают монстры Шрека, чтобы продержаться отведённое время. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи.